Удаление в Вифанию Удаление в Вифанию Все увидели, что она засохла до корня Собственно, засохла она, по свидетельству евангелиста Матфея Тотчас же после произнесенного Иисусом осуждения Но заметили это апостолы только теперь, на другой день, во вторник поутру Вспомнил Петр, сказанный Иисусом вчера, и сказал ему «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла» От Марка 11, 21 В этом возгласе слышалось удивление, что смоковница засохла и так скоро Речи Иисуса о силе веры «Не удивляйтесь тому, что смоковница засохла», — сказал им Иисус «Истинно говорю вам, что если вы будете иметь сильную веру, не допускающую никаких сомнений То сделаете больше того, что сделано мной со смоковницей Сила вашей непоколебимой веры преодолеет все препятствия, какие встретятся вам при исполнении воли Божией И если бы потребовалось, чтобы гора эта поднялась со своего места и вергнулась в море То знайте, что даже и это, кажущееся вам совершенно невозможным чудо, может свершиться» О власти чудотворения Неверующие спрашивают «Отчего же ни апостолы, ни сам Иисус не сдвинули с места ни одной горы? Кто мог воскресить разлагавшийся труп, кому повиновались бури и волны морские? Кто словом своим исцелял все болезни? Кто сам, будучи мертвым, воскрес? Тот, несомненно, обладал властью и горы перестанавливать с места на место И в действительности переставил бы, если бы это было необходимо Власть чудотворения он передал апостолам И они совершали чудеса, как это видно из второй книги Евангелиста Луки «Деяния апостолов» Но власть эта была дана им не для забавы праздных зевак, а для исполнения воли Божией Не было воли Божией, чтобы они сдвинули гору с места Не представлялось в этом надобности Они и не думали о совершении такого чуда Относительно власти чудотворения Надо заметить, что апостолы и другие святые люди, обладавшие ею Творили чудеса не своей силой, а силой Бога Сам Бог творил чудеса по молитвам их, а не они Ибо властью всемогущества обладает только Бог Апостолы получили власть чудотворения Еще тогда, когда посланы были на проповедь Однако после того они потерпели неудачу в исцелении бесноватого отрока Ибо не обладали в то время непоколебимой верой во всемогущество, даровавшего им эту власть От Матфея 17.19, от Марка 9.28 Думается, что если бы Иаков и Иоанн призвали огонь с неба на негостеприимных самарян От Луки 9.54 То огонь не сошел бы Ибо, как объяснил им Иисус, власть чудотворения дана им для совершения добрых дел, а не для наказания грешников А это приводит к заключению, что творит чудеса только Бог Как по своему непосредственному усмотрению, так и по молитвам людей, выдающихся особенной праведностью, святостью своей Думаю, что, кстати, будет сказать здесь и о чудотворных иконах Некоторые из малоразвитых людей верят, что сама икона творит чудеса Но такое мнение не только ошибочно, но и опасно Ошибочно оно потому, что иконы, как изображение Спасителя или Богоматери или святых людей Не могут обладать всемогуществом, властью господствовать над силами природы Опасно же оно, потому что может выродиться в поклонение иконам, как самому божеству Мы чтим святые иконы, и в этом нет никакого греха, как ошибочно думают некоторые сектанты Но если мы будем думать, что не Бог совершает чудо по молитвам людей, молящихся перед чудотворной иконой, а сама икона То это будет нарушение Второй Синайской заповеди Множество чудес совершает Господь по молитвам людей, даже и грешных И совершает их ежедневно, постоянно Но мы не замечаем их, или не понимая милости Божией, принимаем их не за чудо, а за нечто обыкновенное, должное Обращает же наше внимание только чудо, совершенное всенародно, на виду у всех, чудо несомненное Потому-то Господь и совершает их перед некоторыми особенно чтимыми иконами, называемыми поэтому чудотворными Совершает их Господь, чтобы напоминать грешным людям о своем милосердии и призывать их к себе Субтитры создавал DimaTorzok